Серьёзно такое иногда говорят, да, вслух? Да регулярно. Твой опыт в данном случае гораздо важнее, чем мнение производителя. Я не знаю, зачем он нужен. Видели ножи, нож вот примерно такой? Мы перед собой имеем просто живую историю. Так что на этой ноте мы с вами прощаемся. Ладно, значит, с моими ножами закончили, давай опять вернёмся к твоим. Я бы сейчас, честно говоря, хотел спросить про кухню. Тем более ты неразрывно связан с кухней в определённом смысле. Приготовьтесь к тому, что здесь не будет такого, что сверхпрофессиональный инструмент. Это то, чем я пользуюсь, и мне этого хватает вот так вот. И мне есть что сказать на эту тему, так что давай обязательно к этому вернёмся. Но знаешь, когда я туда смотрю, у меня немножко начинает дергаться глаз. Расскажи про вот это, ладно? Это из категории, я специально это взял. Для меня это абсолютно бесполезные ножи. Вот напрочь. Я считаю, что если человек не охотник, не егерь, ну или хотя бы не рыболов, а рыболову они тоже нафиг не нужны. Если вы шкуры с оленей не срезаете каждый вторник, эти ножи бесполезны, они не нужны. С своими функциями прекрасно справится любой из больших складников. С точки зрения нарезания чего-нибудь, кухонный будет на порядок лучше. И чисто охотничья тема. Вот этот вот нож, именно вот этот вот, златоуст, если я не ошибаюсь, если я правильно помню. Да, златоуст. Это вообще один из первых ножей, которые я в свое время купил. Купил я его на Большом Самсоневском, там какой-то охотничий магазин рядом с центром бронежилетов, которые там сейчас тоже находятся. Я просто получил, по-моему, то ли первую, то ли вторую свою зарплату. После института только устроился на работу, проезжал мимо, заехал. К ножам интерес был, но я еще не понимал, что мне нужно в дальнейшем с этими ножами делать, и нахера мне это вообще в принципе все. Я такой походил, мимо витрин, такой, о, красиво. Пожалуй, вот с этого начну. Это была первая осознанная покупка ножа. Я этим ножом после этого не пользовался ни разу. Я его купил, достал, посмотрел дома, несколько раз еще повытаскивал. Потом, когда они у меня в свое время лежали там, такая небольшая витрин, ну, и киевский шкаф полностью стеклянный. И да, там разные ножи лежали, и он в том числе. Первый купленный нож, ни разу не использованный, уже какой-то он, видимо, где-то полежал он в присутствии влаги. Златоуст. Нахрена это надо? Не понимаю. Знаешь, опять же, среди вот тех вот сект, которые есть в... Ой, среди ножеманов... А, это, кстати, тоже Златоуст, но это подарок, это мне подарил кто-то. Да, 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 ну, это Росоружие. Знаешь, среди сект ножеманов есть целая секта таких вот кузьмичей. Ну, кузьмичами обычно называют охотников, тех, которые, знаешь, сугубо двудулки используют, все классика. Вертикалка там, все дела. Да, 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 вот, вот, а тут ножеманы кузьмичи. То есть те, которые считают, что лучшая рукоять, это из ножки-тапуретки. А лучшее лезвие из шпала сделанное. Ой, из этой, из рельсы. Что-то вроде, что-то вроде. Знаешь, причем, как бы я не против ни дерева, ни шпалы, но там это все возводится просто... Сугубое отрицание всего современного, любых технологий. А, извините, из подшипниковой стали обязательно должен быть. Слушай, вариантов много. Это подшипниковая сталь, это может быть какие-нибудь турбинные лопатки, это может быть сталь медицинская. Никто не знает, что это такое, вернее, в медицинской... Ну, одна из нержавеечной разновидностей, видимо. Само собой, но люди же не знают маркировки, какая конкретно сталь, да? Они говорят, медицинская, а особая сталь хирургическая. Ну, это вот здесь вот мы имеем, кстати говоря, образец 95Х18. Здесь вообще ничего не написано. 95Х18, хорошая, нормальная сталь. У нас, мы сами делаем из этой стали некоторые модели своих ножей, но вот сейчас я же не про сталь конкретно, а именно про отношения. Вот, но это нож, который, нож марки нож, который должен быть... Настоящий охотничий нож. Настоящий классический нож. Таким вот деды. Кстати, если братья аббреватуру, настоящий охотничий нож, получается нож. Как тебе такой ход? Нет. А, нет, нон. Нон, подожди, настоящий охотничий нож. Нон! Вот Денис дурак. Да ладно. Мне больше... Если тебе нравятся аббревиатуры, то нож – это нездоровый образ жизни. Это как раз... Это больше про нас. Так что... Мне здесь не нравится абсолютно все, вот конкретно в этом. Кривое лезвие, он легкий. Я не понимаю, как нормальный охотник будет пользоваться таким ножом с целью там что-то взрезать, вскрыть, потому что нож должен быть, помимо того, что ухватистый, как я это вижу, я просто перерезал много тушь за свою жизнь, и сухожилий, и все остальное. Нож должен, помимо того, чтобы быть удобно и лежать в руке, он должен иметь хоть какой-то вес. Потому что легким ножом работать неудобно. Легким ножом, с точки зрения кулинарии, удобно работать со всем уж поваром, которые весь день его из руки не вынимают. Вот там как бы вес, да, шеф-нож тяжелый, это плохо, если ты работаешь весь день. В принципе, если у тебя какая-то разовая задача, чем тяжелее нож, тем удобнее им работать. Ну, если не доводить этот тезис до абсурда, это нож, который весит 4 килограмма, то да, я с тобой скорее соглашусь. А здесь, ну, смотри, даже, извини, ну, серьезно. А здесь очень просто. Его нужно было сделать 2,5, вернее, 2,4 миллиметра толщиной, потому что у него достаточно большая гарда. То есть гарда здесь больше 5 миллиметров. А, то есть это чтобы он под холодняк не попал. Там, да, да. Поэтому вот если бы у него было 3 миллиметра, это, например, это был бы холодняк. Вот тогда бы пришлось уменьшать гарду. Видимо, уменьшать гарду именно на этой модели не хотели. С точки зрения вот этих вот ножиков, которые а-ля охотничьи и вот типа традиция, все остальное, у меня, к сожалению, я не смог его принести, у меня на даче хранится, я им постоянно пользуюсь, этот финский нож, который, как же они называются, ты должен знать. Ну, наверняка знаю, но финских много. Именно вот форм-фактор вот, но у них еще чехол практически полностью утопает он в нем. И вот только вот верхняя часть, то есть за нее доставать надо. Очень характерная штука. Ну, ты имеешь в виду тип ножа? Кука? Да, да, да. Вот это в принципе, можно сказать, почти все. Короче, классический финский нож. Кука. Вот им как бы пользоваться удобно. Он для меня более практичен. Он стоит реально копейки, если в той же самой Финляндии брать. Там были варианты в свое время, когда я ездил часто в Финляндию, во всех этих больших магазинах, а-ля призма и все остальное у них, эти ножи продавались как такие полусобранные, скажем, недоделанные модели. Они стоили какие-то там что-то полтора евро, по-моему. Но это нож а-ля там рукоятка не отшкурена, еще что-то. То есть ты берешь ту заготовку, просто что-то с ним делаешь, и у тебя нож, который по факту в Финляндии стоит 25 евро, ты его купил за полтора. И вот такой вот вариант мне вообще полностью устраивает. Не, ну слушай, финские ножи, это тоже такая интересная отдельная тема для разговора. Финские ножи – вещь в себе. Это вот их тоже очень многие любят, очень многие считают идеалом ножа, и с ними спорить сложно. Интересные они, неинтересные лично тебе, вот я, допустим, их мне неинтересные. Но то, что они хороши в работе – это факт. Это у меня походный нож. Вместе с каким-то складником, если что-то более серьезное надо, там строгать, рубить и так далее, это вот у меня Финник постоянно со мной ездит. Единственная там огромная проблема – это сталь. Она так быстро ржавеет. На него отдыхнешь один раз, там через пять минут уже все, ржавчина. Ну слушай, углеродка, она действительно очень хорошо ржавеет, от дыхания буквально, если не протер, не смазал, а после этого еще и запихал в кожаные ножны, и там оставил храницы. Это плохо, так нельзя. Но зато углеродка и режет более зверски. Я представляю, что какая же поболь будет вот с этим ножом на морозе, если вы охотник. Он же, ну если не сломается, но лезвие выкрашивается практически моментально. Слушай, нет, 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 это вряд ли. Мороз, который ты представляешь, это какой мороз, сколько температуры? Ну там 20-25, ну а-ля. Ничего не случится со сталью при такой температуре, если она хоть как-то обработана, и, ну, грамотно обработана, заклина. То есть это уже должны быть чудовищные ошибки, чтобы на минус 20 с ним что-то случилось. Я просто, не просто так говорю, у меня вот с этими ножами были в свое время какие-то выезды на природу зимой, и я могу сказать, что если летом я вот брал деревяшку и что-то строгал, ну понятно, ничего с ним не будет. А вот зимой, даже на минус 20, если ты строганешь эту деревяшку с какой-нибудь а-ля сталью высокоглеродистой, там прям проблемы с клинком начинаются, там где он реально крошится. Слушай, ну если он... Я могу представить условия, в которых это происходит. Да, 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 ладно. Не совсем точно выразился. Пусть так. Ну, короче, чтобы не затягивать вот с этим, нахрен это не надо. Как говорится, нахрена ты это купил. Да. Можно уже как в ТВП выпускать. Нахрена ты это купил. Во, кстати, да, отличная рубрика для ножей. Да, и даже я могу что-то из своей коллекции надо быть подобного плана. Сразу в сторону. Да. Гребем дальше. Да. Зато герб, орел и все дела. Ну, правильно. Ножно-кожаная рука и деревянная. Все как полагается. Исконно, пасконно, деревянно. Кухня. Кухня. А ты сам не готовишь? Ну, готовлю, но, понимаешь, готовлю для себя немножко и фанатом этого дела не являюсь. И поэтому, ну, как сказать, я кухонные ножи использую регулярно. Но в разумных пределах, как обычный человек, а не как человек, связанный как-то с готовкой. Я просто и поясню для ребят, которые на канале, именно не с моего канала, не с ТВП, я к идее не имею непосредственное отношение уже долгие-долгие годы, потому что первое, да, у меня там на своем канале обзоры еды, доставок, да, я постоянно хожу по ресторанам, что-то проверяю, потому что у нас два собственных заведения, в которых я принимал непосредственно участие по постановке кухонь и всего остального. Я постоянно что-то пробую, сравниваю, я готовлю сам, умею это делать. Зачастую неплохо, это не похвальба, это просто, ну, по факту так. Дома я готовлю вообще на постоянку. У меня жена моя, Лена, она от готовки избавлена уже давным-давно. Она не знает, что такое кухня, и слава богу, потому что если там появляется на кухне дочь или жена, то на следующий день ты можешь вот этот вот нож найти в посудомойке после цикла стирки, что ему явно противопоказано. Короче, к идее имею непосредственное отношение. И, несмотря на это, я пользуюсь достаточно заурядными ножами на кухне. Ну, хорошо, рассказывай. Так, самура. Да, это про самура сейчас отдельная история. Так, за что ты у меня зацепился? Сейчас, сейчас мы добудем нож. Самура. Все самуры в моем ножевом наборе появились не просто так. В свое время был это ножевой спонсор у Алексея Свет Михайловича, моего компаньона по ТБП, хорошего друга, который мне их все и передарил, переотдал и так далее. Одна из этих самур вообще, можно сказать, легендарная с точки зрения каких-то ютюбовских прикольчиков, таких между собойчиков. Конкретно этот нож когда-то принадлежал Друже Обломову. Он им в кадре переготовил кучу всего, и он им пользовался долго. Просто когда Алексей поехал к нему снимать какие-то обзоры пицц каких-то очередных, они попили пива немало. И Морозов сказал, что Олежа, мне нужен нож, чтобы передарить его Денису. Он типа тебя смотрит и кухонник прям нужен. Олег такой, давайте, у Олега тоже ножевой спонсор от Самура в свое время. И до сих пор, кстати говоря, по-моему. Он такой, давай я сейчас тебе новый дам. Он такой, нет, нужно тот, которым ты готовил. Короче, Олег отдал ему нож, которым он реально готовил в кадре. И примерно в 2 часа ночи я на пороге своего дома встретил Алексея Михайловича, который в пакете призмы, по-моему, принес этот нож и сказал, вот это тебе. Да, понятно. То есть хорошо, что он встретил тебя раньше, чем встретил кого-нибудь еще. Да. Но он на такси передвигался, поэтому нормально. Нож потрепанный. Я им пользовался, ну, лет 5, наверное. И пользуюсь до сих пор, но сейчас он уже находится в таком непотребном состоянии, что его надо съездить переточить. У меня не доходят руки, ноги, мне лень, потому что есть другие ножи, которыми тоже можно пользоваться. Но это для меня нож достаточно легендарный, поэтому рано или поздно он в руках заточника все-таки окажется. Сам его точить не хочу. Почему самура? И этих самур здесь 3. По моему мнению, несмотря на всю переоцененность этого ножа, во-первых, мне они все достались абсолютно бесплатно. И вот за эту цену они просто гениальные. Если вам досталась бесплатная самура, уверяю вас, вы будете ей пользоваться на протяжении ближайших трех лет до первой заточки. Потому что они нормально держат режущую кромку, они достаточно функциональны с точки зрения использования не именно во время какого-то приготовления еды, он реально функционален. И вот в этом случае они еще и в принципе здоровый шеф, он должен быть у любого нормального повара, хотя мало кто ими пользуется. Это просто красиво с точки зрения большой шеф-нож. Ну это ж... Ну вот я учитываю, что я готовлю исключительно так вот для себя, для своих друзей, когда чего приходят немножко и не часто, то вот большим шефом я пользуюсь крайне редко. Ну когда у меня все остальное грязно или далеко лезть за этими ножами, я... Это все объясняет. Да. Большой шеф, выход из положения. А по факту самый используемый нож у меня раньше был вот он, это средних размеров шеф, хороший, ухватистый, никаких вопросов, псевдо какая-то, что это, Дамаск, Булат, Дамаск наверное. Это настоящий, не настоящий, ты разбираешься? Слушай. По-моему настоящий, не травленный. Дамаск это, а что, отравленный Дамаск, он не настоящий? Да я не знаю. Дамаск это просто многослойная сталь. Пакет здесь видно, вот он слоями, он же не нарисован. Нет, просто есть Дамаски, которые вот прямо а-ля вот каванина какая-то, которая пытается... Нет, это не Дамаск, это каванина. Потому что многослойная, несколько раз паркованная. А я помню те времена, когда вот на форуме, который про оружие, это как он называется, Боже мой, Ганзру, там прям вот по тем временам люди искали вот а-ля Дамаск, Булат, потому что им никто еще тогда не занимался. Слушай, Булат, да. Утерянные технологии, все дела, там такие тренды были. Булат, да. Потому что Булат у него, ну не будем сейчас очень сильно грузить вот именно техническими подробностями, кому интересно, тот почитает отдельно. Булат, вот его тайну искать надо. И его открыли, так скажем, заново открыли. А в чем там загвоздка? Ну если для, как я понимаю, вы зрители вашего канала, конечно, примерно представляют сейчас, о чем речь пойдет. Я вот, честно говоря, не очень, я не особо вдавался в эти все исторические изыски, а-ля найти тайну Булата. Ну вот для тех, кто пришел, чтобы с моего канала, скажем так. Вот я не готов сейчас подробно рассказать про Булат, потому что как раз вот что-что, а Булат как-то находится вне пределов моих интересов и никогда особо не интересовался. Я за этим следил вот так вот. У нас просто есть кузнецы, которые ряд известных имен, начиная от Леонида Борисовича Архангельского, которые, так скажем, они интересуются металлом не просто для того, чтобы не так, как современные мастера легендарных фильмов НКВД себе наделать из напильников и продать их по-быстрому. Вот, а они именно подходят с научной и даже с художественной точки зрения к металлу и ко всему подобному. Им было интересно именно восстановить исторические рецепты, так скажем. Вот, причем понимаешь, вот Булат это отдельный совершенно момент. Булат и Дамаск это две совершенно разных вещи. Вот если про Булат, давайте про него поговорим отдельно, повторюсь. А вот про Дамаск, про него существует очень много баек, потому что его считают каким-то неповторимым. Все очень просто. Дамаск это несколько раз прокованная сталь, от чего получаются вот те самые узоры на клинке. И все. Ну это я понимаю. То есть, с исторической точки зрения он был сделан для того, чтобы обеспечивать лучшие режущие свойства, потому что там была сталь какая-то тверже, какая-то мягче. И за счет переплетения этих слоев, много распакованных, вот это вот чередование полос приходилось на режущую кромку и получалось на микроуровне пила, которая опять же, как микро-микро серрейтер, она хорошо резала. Потому что мягкая сталь, она стачивалась быстрее и оставались, ну фактически микро-зазубренные. Мне вообще-то кажется, что булат это скорее про термообработку, а не про какую-то там крученую много раз сталюку. Безусловно. Там размеры зерна, всего остального, все-таки вот что-то в этом направлении рыбка, насколько я это понимаю. Знаешь, я вот сейчас как раз тот случай, когда я боюсь наврать, поэтому я сейчас точно не скажу. Просто материаловедение я в политехе на Энергомаше учился, но материаловедение это было самой большой головной бурью, потому что я за счет по материаловедению и за недопонимание со своим преподавателем, преподаватель Ницой, сдавал 16 раз. Я книжку по этому предмету, который мы на тот семестр сдавали, я знал наизусть. Я до сих пор диаграмму железоцеменитит могу нарисовать по памяти. И для меня вот эти все стали, это не пустой звук, я примерно в этом разбираюсь. Но именно в термообработке и во всем остальном. Был замечательный абсолютно случай, когда мы на практику попали по материаловедению с девчонками с экономического факультета, который в политехе тоже существовал. И практикум, зачем экономистам материаловедение, тем более про стали и все остальное, я до сих пор не понимаю, но в то время, видимо, надо было. И там была практическая работа по закалке стали, нам выдавали такие стальные бруски, и надо было при различных температурах их в печи отжечь, закалить все остальное. Потом по Бринелю, по Роквеллу измерить твердость и как бы показать это все преподавателю. Так вот, девушки с экономического факультета, чтобы различить наши бруски, и их бруски, они были одинаковые, они на свои бруски повязали ниточки разноцветные, перед тем, как в печку их положить. Восхитительно. Знаешь, вот именно я сейчас напомнил одну вещь такую. Все эти разговоры, начиная от Дамаска, которую мы сейчас уже немножко обсудили, и заканчивая вот этими вот историями с ленточками, меня всегда удивляли ножи, потому что это была такая интересная тема. Понимаешь, вот представь себе, есть человек с высшим образованием, у которого было различного рода материаловедение, то есть он как бы в курсе вообще, как себя ведут металлы, при каких температурах, что с ним происходит. Но вместе с тем он начинает там говорить всякую ересь, например, о том, что нельзя мыть ножи горячей водой. Ну, с точки зрения ручки, может быть. Ручки деревянные, необработанные, да, но нет, они говорят, что вот как бы сталь портится от этого, и все такое. То есть, понимаешь, это я сейчас просто первое, что пришло в голову, так, байк, мы все с вами знаем неимоверное количество. То есть, серьезно такое иногда говорят, да, вслух? Да, регулярно. То есть, или, например, естественно, все хотят ножи, которые никогда не точатся. То есть там как, господи, как он там называется, коэффициент стираемости материала, да, или как правильно называется, то есть у какого металла он может сказать о том, что он никогда не затупится. Ни о каком? Но магазин на диване же говорит, что ножи, которые никогда нет. Да, там алмазная кромка, типа вот это все. Лазерная заточка, алмазная речка. Да, самозатачивающееся лезвие. Да, 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 да. То есть, что-то выкрашивается, но там выходят новые слои железа, которые прям твердые. Вот ты сейчас уже начинаешь домысливать, они так не говорят, они говорят, что просто вам не нужно его много лет точить, что бы вы ни делали. У меня особая же поболь, это керамические ножи. Это да, это отдельные. Какой-то сатана бы их выдумал, и зачем, самое главное. И все ведь до сих пор покупают. Ну, на самом деле, пик прошел. Они были очень популярны лет 8 назад, сейчас уже чем дальше, тем меньше. Ну, ладно. Вернемся все-таки, а то мы никогда это не закончим. По поводу самуры все сказал. Самура это тот нож, который, да, он переоценен с точки зрения реальной его продажной стоимости. Они дорогие. Есть ножи, за ту же цену лучше. Есть. Я это прекрасно понимаю. Но, если вам достался он бесплатно или в подарок, он прекрасно справляется со всеми своими функциями на кухне. Он достаточно удобен, если это какая-нибудь вот эта вот серия вот а-ля вот, вот, вот. Сказать ничего не могу. Все отлично. Ну, как он точится, пока не знаю, потом проверим. Ну, опять же, филей непонятно то же самуру, хотя у меня есть еще один. Они плюс-минус все одинаковые, ты им пользуешься очень редко. Разделывать красную рыбу, но у меня такое бывает раз в квартал. Не часто я им пользуюсь, могу честно сказать. Все, что нужно, да, он гнется, да, все хорошо. Любой китайский экспонат, естественно, бы таким серпом и остался бы. У меня такие случаи были. Самуру это тоже Китай. Не все, конечно. Да, конечно. Чтобы все понимали, это тоже Китай. Те, которые здесь, Китай. Про самуру все. Либо хорошо, либо ничего. Самуру это вообще такая интересная контора. Мы сейчас не будем вспоминать, что про нее говорили на Гонзее много лет назад. А что про нее говорили? Ну, там была одна такая история, когда они только-только зашли, они себя позиционировали, как ни разу не Китай. Причем, это для многих нормально, но тогда они сделали это очень откровенно, очень нагло, так скажем. По крайней мере, очень многим людям показалось, что они это сделали нагло. И поэтому их очень сильно не любили, очень сильно прям кривились при слове Саммер и все такое. На самом деле, я считаю, что, ну ладно. Я отталкиваюсь только от факта личного пользования, от практики. С точки зрения практических соображений, ножи хороши. Там чуть более дорогие, чем надо. И может быть, но это мы же видим только сейчас, когда появились аналоги, которые дешевле. Сами по себе к ним никаких претензий. Ну, Самура и Самура кухня в своей ценовой категории хороша. Следующие три ножа. Это то, что мы можем купить на Алиэкспрессе, но совершенно разного качества. Ну, как это неудивительно, примерно за одну и ту же цену. Все эти ножи плюс-минус 500 рублей друг от друга стоимость. Мы можем купить это, а зачем? Вот. Я просто экспериментирую с Алиэкспрессом. Я пытаюсь понять, какие ножи мне можно оттуда заказать, какие нет. За одну и ту же цену вы можете купить вот такое говнище. Этим ножом я попользовался ровно пять минут. Посмотри на его лезвие. Знаешь, что я им сделал? Я им порезал помидорки на дубовой доске торцевой. Там уже несколько есть замятий на все остальное. Ну вот, да. Стоимость этому ножу ноль, а может быть даже какое-то отрицательное значение. Здесь он приварен просто. Да, я вижу. На самом деле, знаешь, если честно, для меня бы останавливающим фактором перед покупкой данного ножа стали бы вот эти вот так называемые следы каванина. Потому что такое у более-менее серьезных ножей иногда используется. Ну, знаешь, японцы с претензией на историчность. Вот те, которые вот, как там японские деды делали и все такое. Но сейчас вот эта вот каванина такая искусственная, это либо совсем какой-то ширпотреб от наших мастеров, знающих тайны Кизляра и финных ЛГБТ. Вот. Либо это убогая китайщина. Вот это убогая китайщина. Это нож, который я без сомнения либо отвезу на дачу, либо он будет постоянно валяться на столе, чтобы внимание моих домочадцев не привлекали вот эти вот ножи. То есть, это ненужная покупка. Отвлекающий фактор. Да. Почти военная хитрость получилась. Плюс он еще откровенно тяжелый. Да, согласен. У него... Ой, не люблю слово баланс. Нет там никакого баланса. Какой-то есть у любого предмета. Но где он? Ну, в смысле? А, ну если так держать, то может быть. Вот там он и есть. Ну, речь о том, что он тяжелый. Он тяжелый и неудобный. У него вот соотношение клинка и ручки, оно какое-то вот очень странное. Ручка у него... Ну, у поварских ножей такое соотношение. Я понимаю, когда это мы в складниках рассматриваем. Все-таки на кухне у нас... Ну, а будет он, допустим, такой. Ничего в этом страшного не будет. Нет, посмотри, вот здесь все нормально. Вот здесь все нормально. И вопрос не только... Вот для меня это вопрос не только длины рукояти. То есть хватает ли места для руки. У него рукоять довольно-таки объемная. То есть ты ее держишь как-то вот так. Вот она достаточно заметно на ощупь расширяется к концу. И она вот из-за такой развесовки, она какая-то очень странная. То есть вот у меня ощущение чего-то неправильного. Вот здесь все хорошо, там нет. Второй вариант Алиэкспресса это, по моему мнению, это хороший нож. Он выполняет свою работу прямо для меня идеально. Единственная проблема этого ножа, он и лежит в руке удобно, он и как бы... То есть нет такого, как вот с этим, про это сейчас отдельная история. Вот этот нож прекрасно справляется, если вы пользуетесь техникой нарезки вот такой вот. Если вы шинкуете как бы ударами по доске, он не подходит, потому что у него гнутые лезвия по всей длине. И он не дорезает некоторые овощи. Особенно помидоры, которые с такой кожурой достаточно плотной. И у вас получается такое кружево. Если вы режете вот так вот или что-то делаете другое, он каждой своей копейки стоит. Я его по скидке покупал 1700 рублей, по-моему. За это качество это практически ноль. Да, здесь тоже приваренное лезвие, но сам он выглядит абсолютно по-другому. Ну, слушай, да, вот он хорош, он удобен. Вот я сейчас с абсолютно ламерских позиций говорю, то есть я ничего не понимаю в кухонных ножах. То есть я могу ими пользоваться любыми, но вот именно знать как, чего, где, вот это вот у меня нет. Но тут да, если вот так вот шинковать, это действительно... Ну, слушай, судя по профилю, он для этого и предназначен. Поэтому странно отжидать от него чего-то иного. Да, и следующий нож, который а-ля стоит плюс-минус так же, который тоже откровенный вид имеет Китая, понятно. Но я его заказал и вообще ни на секунду не обломался. Вроде совершенно нестандартный нож. Вроде как и шеф, но ни хрена это не шеф, понятно. Он просто оказался очень удобный. Мне вот такая вот рукоятка, как это ни странно, которая утолщается к этой части, великолепно лежит в руке, и я им пользуюсь больше, чем любым другим из этих ножей. Ну, как ромяут последнего на данный момент. Это вот покупка, которая была сделана... Картинка красивая, закажу. Заказал, он пришел, вначале я не понял, зачем это сделано, а потом начал пользоваться и понял, что это имеет право на существование. Мне им удобно делать практически все. Он нормальный, да, понятно. Это вся эта китайщина, тоже сварное лезвие приваренное, синяя рукоятка, ну и синие-синие. Но он удобный. Вот удобно и все. Единственная проблема, что у него все-таки, даже с моими пальцами, иногда ты стучишь по доске. Ну да, у него... Ну что, как сказать... Господи... Вот я даже теряюсь, какие тут термины можно подобрать. То есть у него разница между точкой рукояти, самой широкой, и началом режущей кромки, она действительно меньше, чем толщина. Если бы они сделали шире лезвие, буквально там на 5 миллиметров... Ну да, чтобы палец как раз... Я бы его вообще не использовал на постоянку 100%. Ну что так? Могу понять. Ну и последний нож, который кухонник, я им пользуюсь сейчас. Он недавно у меня. Но пользуюсь я им постоянно и именно им. Откуда ты его взял? Это подарок. Ну на самом деле, не знаю, может быть кто-то его узнал и так. Это ножик Каи. Это тот самый концерт, который владеет Киршоу и Zora Tolerance. И Авана. Опять такие тайны вскрываются. Вот так вот. То есть формально у нас Киршоу и Zora Tolerance, несмотря на то, что производится... Ну Zora Tolerance в США, Киршоу частично в США. Но фирма принадлежит японцам. Концерну Каи. Для меня это оптимум для ножа повседневной готовки. Это маленький шефик, который прекрасно лежит в руке, который имеет все те выемки, которые должен иметь здесь нож, чтобы долго не наминать руку во время работы. Им можно делать абсолютно разные вещи. От шеренковки такой, такой, какой угодно, с любой техникой исполнения, до каких-то разделок и всего остального. Идеальный нож. Просто. Ну и плюс вес, конечно. Он достаточно легкий. И если вы на потоке работаете, то вообще вещь незаменимая. Японцы все-таки что-то в этом понимают. Безусловно. И тут вот, знаешь, даже я ничего не понимаю в... Ну, по большому счету ничего не понимаю в кухонных ножах. Вот в нем вижу некоторые тонкости, которые прямо выдают в нем породу. Действительно, вот эти вот выемки. Все как надо. Все очень удобно. Все грамотно. Развесовка, толщина, вес, в принципе, форма рукояти, профиль рукояти. Ну вот, безусловно, он лучший из того, что здесь есть. Тут я... Просто чувствуешь это. Ну, для меня вот два ножа пока. По новому опыту вот и по старому опыту вот. Ну, мне не по чину соглашаться или нет. Ну, в смысле, поэтому... Ну, я бы, честно говоря, точно так же выбрал бы эти два. Они и, на мой взгляд, наиболее понятны и наиболее практичны. Все-таки вынужден я буду тебя переточить. Я сейчас это понял. Ну, это... У тебя есть знакомый заточник? Сделаем. Это что касается кухонной... Я не стал нести кухонные топорики. У меня есть пара еще топориков, которыми там курицу разрубить, еще что-нибудь сделать. Ну, это совсем непрофильно, не очень интересно. Один из них с Алика прям идеальная штука. Второй это опять же Самура из серии Бамбук. Абсолютно тупейшая штука. Я не понимаю, зачем они это сделали. Он неудобный ни в рукоятке. Кстати, у Самура, если не брать вот эти классические линейки с нормальными ручками, у них все вот эти вот изыски, типа там кованая ручка, бамбук серия, еще что-то. Вы ножи в руках держали, когда это делали? Зачем? Есть такое понятие, от которого никто не может убежать. Дизайн ради дизайна. Естественно, мы, например, стараемся от него уйти, когда делаем свои ножи. Но иногда нужно выпустить что-то, чтобы занять все сферы. Самура, они выпускают исключительно кухонные ножи. Соответственно, они идут по магазинам, где продается кухонная утварь. И там они должны... Понимаешь, грубо говоря, если какой-нибудь там кованый бамбук с вот такой вот рукоятью, он лежит, значит, он занимает место. Продаются все равно такие классические, потому что у всех людей руки. Но вот этот нож может нормальный человек купить только в одном случае, если ему надо его кому-то подарить. В подарок. Да, потому что он красивый и необычно выглядит. Человек, которого одарили таким ножом, скажет, спасибо, блин, большое. Большое, блин, спасибо. И положите его в дальний ящик, откуда он будет его доставать, только если надо будет из-под плиты что-то достать. Там, кстати, еще форма лезвия у этих топориков. Если вот у моего алиэкспрешного топорика, она такая, ну вот как, знаешь, серп такой изогнутый, то у бамбук серии самура она практически плоская. То есть он как вот японский, это традиционный нож, только еще и толстый. Так вот я могу сказать, что... Бамбук над этим будет страдать пять минут. Он вообще ничего не режет. Несмотря на то, что там есть заточка и все остальное. Не знаю, как это работает, но вот так. Ну вот о том и речь. Если ты не видишь ему применения, значит его там нет. И как бы, знаешь, твой опыт в данном случае гораздо важнее, чем мнение производителя. На мой взгляд. Ну что, закончили с кухонниками, да? Да. По поводу кухонников, да и вообще, в принципе, если у наших зрителей осталось как бы желание услышать что-то еще, то никто не отменял комментарии, никто не отменял пожелания. Поэтому пишите, прислушаемся, рассмотрим. Слушай, вот это большое, это вот зачем? Это дань. Даже не знаю, чему. Какому-то такому. Видишь, я им пользовался даже. Вижу. Здесь смола, которая не оттирается ничем. Чему же это дань? Дань какому-то внутреннему чувству того, что у любого нормального мужика должно быть кукре. Я не знаю, зачем он. Ну, это же совсем кукре. Ну да, ну, мачетина, как это еще назвать? Это тесак. Тесак, да, для тростника, наверное. Как раз наоборот, мачета для тростника или ам. Оно тоненькое и гнется. Оно как филейник, фактически. Вот, у меня есть тормонтина, которая тоненькая гнется и которая вот такого вот размера. Это незаменимая вещь. Я им пользую походы. Ну вот как? Вырубить, нарубить. Я этой тормонтиной научился пользоваться именно, которая гнется, так, что я могу с одного удара перерубить дерево, ну вот с запястья толщиной. С одного удара. Именно вот этой тонкой тормонтиной. Вот этим ты будешь рубить 40 минут. То же самое дерево. Оно ни для чего не предназначено. Оно просто, когда новое, оно красивое. Все. Слушай, странный момент, потому что... Кустарник какой-то. Вот в Крыму, где мы останавливаемся на Азовском море, там эти колючие кустарники на побережье, на песчано-галечном таком ракушечном. И чтобы поставить палатку, надо прям много усердно рубить. Если кустарник, подлесок, я понимаю. Да, там еще можно. Незаменимая вещь. Какие-то выезды на природу с точки зрения даже Ленобласти. Каждый раз, когда я брал эту тормонтину, она каждый раз работала. Ну, это абсолютно нормальная штука. И она у меня именно как рабочий инструмент. Она мне нравится. Вот это... Это китайщина. Причем вот как... Кто-то... Нет, это Россия. Нет, я имею в виду китайщина. Я вижу, как бы, я имею в виду, что китайщина по... По внешнему виду. По внешнему виду. Это вот, знаешь, вот это продается на Али. И если вот это вот просто нефункционально и некрасиво, то это хотя бы, ну, визуально так вот что-то может быть есть. Китайская эстетика. Не, 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 не. Как ты видишь, я им ни разу не пользовался. Вижу. Подарок. Такой чистенький, красивый. Подарок. Притом я за этот подарок искренне благодарен. Потому что сам бы я это никогда не купил. А иметь такую личную коллекцию, это приятно в своем роде. Ну, специфическая штука. На самом деле, вот обработка клинка здесь заслуживает. Уважение, как бы, она... Это действительно красиво. Вот честно, с первого взгляда я опять-таки подумал, сразу сказал, обозвал китайщиной. Нет, оно... Оно красиво. Но, правда, вот от чего я не стану отказываться, так это от впечатления, что все-таки это сувенирка. То есть, ну, вот таким вот работать странно. Я вообще не понимаю, как им можно работать, если лезвие не гнется и не длиннее хотя бы раза в полтора. У меня вот эта тромантина, чтобы ты понимал, которая вот самая обыкновенная, это пластиковая черная рукоятка, она у меня уже болтается, я даже на это уже болт забил. Лезвие вот такое примерно. Вот, чтобы ты понимал, у меня заточено лезвие вот одна треть. Вот там вот мне вообще попробовали, я не пользуюсь этой частью. Но зато вот эта вот одна треть у меня вытащена практически в скальпель, и вот именно этим скальпелем я могу, вот как я говорю, я не вру, я тебе клянусь, что я могу с одного удара перерубить там вот, ну, вот молодую березку вот такую вот. Опыт есть. Верю, верю, но странно. У меня мои походные, мой походный опыт заключается в не сильно дальних походах, поэтому именно мачете топорами я пользуюсь, мне все равно чем пользоваться, потому что я, наверное, не являюсь профессионалом ни мачете, ни топора, вот, поэтому мне все равно. Но те из моих друзей, те люди, к мнению которых я прислушиваюсь, они обычно говорят то, что как раз вот именно мачете у нас применимо мало где. Именно потому, что оно в основном для тонких, ну, кустарник, подлесок, бург-крафт. Ну, это другое, это совсем другое, давай не будем, а то мы сейчас на ночь глядя вызовем еще кого-нибудь, не будем употреблять это слово. Вот, ну, слушайте, я безусловно верю твоему опыту, но это немножко странно. Это, наверное, стоит как-то, как-то подумать и отдельно тему. Переосмыслить. Да, переосмыслить. Но, понятно. Единственное, если вы вдруг решите купить себе тормонтинку, это же Бразилия, да? Да. Хотите купить тормонтинку, они сейчас, по-моему, продаются до сих пор в двух видах. Вот эта черная пластиковая рукоять и которая а-ля с намоткой из какой-то гнутой проволоки, такой перевитой. Никогда не покупайте с этой проволокой. У меня она тоже была, я ее просто выкинул, потому что это бесполезная штука, это... Неудобно, непрактично. Да, это жуть. Да. Нет, слушай, вот эта вещь... Не будем называть производителя. Ну, вот реально, обработка клинка красивая, даже несмотря на то, что это наш замечательный ворсманский Дамаск. А рукоять с этим клинком не сочетается вообще. Ну, опять же, здесь в названии Булат присутствуют все дела. Само собой. Куда без него, родимого? Ну, это сейчас у нас финка НКВД правит бал. А до этого надо было как-то себя подать, вот, и все старались как могли. Я все-таки этим летом расчехлю это орудие, попробую что-нибудь им сделать, но я просто уверен, что это закончится вот таким же провалом, с точки зрения функционала и использования. Ну, давай, посмотрим. Надеюсь даже знать, что получится. Давай перейдем к вот той вот тяжеленной коробочке, которая привлекает внимание. Что, давно обещали? То, о чем так долго говорили большевики. Ну, это мы сразу отложим, да? Да. А это в прошлую часть выпуска не попало? Вот, не знаю, не помню. Если что, это ЦРКТ тоже. Вот эта штука, она просто полностью деревянная и поставляется в качестве разобранной полностью модели. То есть, такая пластиковая фигня, и там куча деталей, штифтов, шпиньков, всего остального. И можно без всякого инструмента вот просто руками это все собрать, и получится вот такой вот функционал. Функциональный нож, но деревянный. Вообще, это детская моделька. Да, здесь вот эта вот штука, все работает. Сделай из своего сына ножедело и испорти ему жизнь. Ножемано. Или ножедело именно? Наверное, ножедело. Тут же сборка. Ну, хотя, можете нажимать на это. Так, ладно. Ой. Сколько радости. Алексей? Это один из первых ножей в жизни, который... Я, по-моему, в этом рассказывал. Это не тот именно, который мне подарили, но именно вот эту вот рысь, белку. Я не помню, что здесь нарисовано. Это белка. Белка. Вот ножик, который мне дед привез на дачу, летом на каникулах и сказал, вот это твое. Я им пользовался. Это один из первых ножей в жизни каждого. Ну, понятно. И часть ножей у меня на самом деле тоже старых из СССР находится в нашем баре на Правде, который по простой причине, что они с пивными открывашками. У меня там коллекция пивных открывашек развешана, и вот они там, штук пяти разных. Но они все в основном вот такой вот форм-фактор, то есть они полностью железные, и пивная открывашка есть. Внешняя, я имею в виду. Кстати, вот еще один. А, я знаю, почему я его не забрал, потому что его там повесить на гвоздь не за что. Здесь нет отверстий, и, к сожалению, просто на полке не так висел бы. Да. Ну, да я скажу пару слов по поводу... Здесь я как раз от тебя жду, вот, своих каких-то впечатлений. Ну, смотри, я хочу сказать по поводу советских старых ножей такую вещь, что в последние годы, наверное, в последние лет... Ну, ладно, десять, возьмем, округлим большую сторону. В последние лет десять коллекционирование вот именно советских ножей, оно приобретает все больше и больше размах. Причем зачастую это не только фанаты нажиманы, вот, увлекаются подобным, а еще и люди, для которых это не нож. Ну, понятно, что это нож, но они вот не обращают внимания именно на нож, не нажиманы совершенно. Они воспринимают это как исторический артефакт, как предмет из детства. Предмет из нашего прошлого. И я хочу сказать то, что там, вне зависимости от ваших политических пристрастий, отношений к истории страны и ко всему прочему, это тот процесс, который однозначно хорош, потому что свое прошлое, свои какие-то вот... Пускай даже такие незрачные его странички знать стоит, любить стоит, если те же самые американцы, они из любой фигни готовы сделать легенду, неважно, заслуживает она того или нет, но это свое, это интересно, почему бы нам не поступать так же. Многие из этих ножей, они по-своему интересны, хороши, ну, хоть и просты достаточно. Вот, это было такое небольшое, ну, лирическое отступление, но хотелось это сказать. А так, про каждый нож здесь говорить сложно, потому что они отличаются дизайном, дизайном в том мире, в котором понимали в Советском Союзе, да, но, как бы, на самом деле, и американцы в тех лет были не сильно красивее, такие вот бытовые. На самом деле, все ножи из той эпохи можно разделить, условно, на три большие подразделения. Первое, это ножи охотничьи, это вот эти вот, которые явно предназначены для охотников, потому что эти экстракторы для застрявших гильз, все остальное, вот, они были всевозможные, разнообразные, где-то еще. Вот. Да, вот. Ну, если кратенько, да, вот здесь вот это четыре экземпляра, это штука, которая нужна, чтобы, я так понимаю, застрявшие гильзы выковыривать под разный, под разный калибр, опять же, с разных сторон сделанные. 12 и 16, то есть, они все очень функциональны, и, как для охотника, это единственный экземпляр, почему-то без штопора. Все остальные должны быть штопором, это обязательно. Да, здесь чаще всего основной клинок, пара открывашек, вилка, то есть, это можно использовать не только как нож, а как и пример для пикника. Ну, ты за вилкой, я не знаю. Закусь, закусь. Рукой не взять уже. Ну, если есть вилка, это же... Ну, ладно, хорошо. Значит, первый большой пласт советских СССРовских ножей, это ножи для охотников. Второй, это ножи для повседневного использования. У них обычно там, а-ля одно лезвие, максимум там два-три. Это вот обычный повседневный нож, который удобно таскать с собой. Вот, ну, опять же, там они использовались как те же самые ножи для грибника, для походника, для рыбака. То есть, вот, пожалуйста, здесь только открывашка и основной клинок. То есть, это может... этот нож мог лежать у кого-то там в буфете на даче, использоваться в качестве открывашки. Его могли с собой брать рыбаки, грибники и кто угодно. Вот, кстати, еще один. Ну, да. И третий огромный пласт таких ножиков из нашего далекого прошлого. Это, конечно, по такие, я их называю подарочно-юбилейные. Это вот эти вот все экземпляры, которые а-ля красивые. Маленькие, с непонятным особо функционалом, но достаточно симпатичные. Да, опять же, эстетика весьма специфическая, с ней можно спорить. Но вот точно такие же вещи и были и в Европе. На барахолках там такое попадается. Так что вот это смотрится вполне себе. Ну, вот, кстати, европейский ножик. Я даже не помню, откуда. А, нет, я помню, это у меня с Юноны появился. Я на Юноне его купил за какие-то 100 рублей, по-моему. Я вот, когда смотрю на такие ножи, у меня пальцы болит начинают. Просто вытаскивать это все. Да-да-да-да, мне страшно. Нет, ну, импортные экземпляры хотя бы вытаскиваются нормально. А некоторые вот из этих я даже не все лезвия вытаскивал. Эх! О! Открывашка какая! Ну, вот, пожалуйста, тоже немец. Да. Тоже Юнона, кстати говоря. Да. Это вот брат незабвенного Стейлист Стилл. Вернее, его кузен по имени Ростфрай. Немецкий. Так. Ну, еще небольшие, помимо охотники, повседневка и подарочная сувенирка, это, конечно, всевозможные вот эти вот штуки, которые, я так понимаю, это то ли для электриков, то ли для огородников. Я даже не знаю, как это назвать. Какие-то совсем... Вот, вот это вот для огородников, грибник, огородник, там, прививки какие-то делать. Это, с одной стороны, электрики, а, с другой стороны, нож сапера. То есть, они вкладывались в эти самые... Короче, ими пользовались вояки для зачистки проводов. Ну, сам понимаешь, провода у них специфические. Ну, это совсем специфичные ножи. И все такое прочее. То есть, вот это вот... Вот эти ножи во всех коллекциях, посвященных военным ножам, они имеют место быть. Ну, вот это тоже явно что-то с садоводством связано. Вот, для чего это надо? Слушай, я не помню, как это называется, но ты абсолютно прав. Это вот то ли прививочный, то ли еще какой-то. Да, прививочный, скорее всего. То есть, там углубление сделать, чтобы туда засунуть. Да, 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 да. Вот, а этот, кстати... Как ты его назвал? Садовый? В принципе, да, он садовый. Как раз тоже для прививок, для всяких-таких прочих. Но вот есть... Наверняка многие видели ножи, нож вот примерно такой же формы, с таким же клинком, только более простенькой рукоятью. Ботсманский нож, который вот фактически... Его старший брат использовался на кораблях именно как хозяйственно-бытовой предмет, которым снабжали ботсманов, старших матросов и так далее. Смотри, что я нашел. Я вот этот нож ни разу в жизни не открывал. Во-первых, такое впечатление, что им несколько раз кого-то убили. Не то смола, не то запекшаяся кровь, я черт его знает. И съели, судя по вилке. Вилка страшная. Во-первых, с этой вилки ты ничего нормально не наколешь. И вилка ли это вообще? Ну, это может использоваться в качестве вилки. Ну и консервный нож здесь, кстати говоря, удобный. Вот этот консервный нож, это режущая кромка консервного ножа. И здесь хотя бы есть вот размах. Обычно они все маленькие, тебе надо вот очень часто вот так вот делать. А здесь, судя по всему, более удобная версия, которая за один раз ты там хотя бы 2 сантиметра прорежешь этой банки. Ну, здесь тоже вот такая, типа перламутр, не перламутр. Что-то бронзовая какая-то втулочка. Это нормально, это даже не вопрос люксовости какой-то. Это все тогда было. Латунные эти вставочки. Такая культура производства была в то время. А это не перламутр, это пластика. Ну да, я понимаю. Для красоты. 2,10 стоил. Отличный нож. Титан. Интересно, титан, потому что название или титан, потому что титановые накладки. Название, название. Симпатичный. Мне вот такая нравится. Он прям красивый. Ну да. Просто железные ножи бывают разные. Бывает ли вот такое угребище за 40 копеек, как здесь написано. Школьник, вернее из серии. То есть были ножи, которые назывались школьниками. У меня такое впечатление, что это прямо на уроке труда и делали, судя по внешнему виду. Я бы сказал, причем на уроке труда в школе, которая не для обычных детей. Да, для специфичных. Да. Для детей с задержками в развитии. Как говорили тогда, не боясь никого оскорбить. Слушай, сложно какие-то выводы из этого делать. А никаких выводов. Это просто история и все. Да. Мы перед собой имеем просто живую историю. Для кого-то связанную с охотной, для кого-то с подарками, для кого-то просто с повседневным использованием. С армейкой. Армейка, сад, огород. Опять же ювелирка, подарочная сувенирка. А что это такое? Мы ее открывали? А, вилка опять же. Вот это, кстати, уже более-менее. Ну, опять же, плюсы. Хотя, слушай, ты можно, в принципе, что-нибудь съесть. Да. Ну, если честно, у меня вот больше эмоций вызывает вот этот развал ножей, чем вот этот вот, или вот этот вот. Или даже вот эти два вместе взятые. С точки зрения эмоций, да, потому что они совсем другие. Потому что, если тут, тут, это все-таки приятные гаджеты современные, интересные по-своему и все здорово, то здесь это память, детство и все такое. Это классно. Здесь даже не разобрать, что было написано, но какая-то артель, судя по всему. Ну, так вы никогда не видели. Останавливать, это, конечно, бесполезно. Камера работает. А нам, пожалуй, после того, как мы почти прослезились, прикоснувшись к вот этому детству. Вот, значит, не только я один. Нам остается разы что попрощаться. Надо, во-первых, попросить лайки. Во-первых, сделать осмысленный комментарий. Много лайков. Более, чем из шести слов, потому что алгоритмы Ютуба именно так и работают. Подписывайтесь на канал. На канал, ребят, Империя Нажейте, кто пришел с моего канала. И наоборот, я тоже буду рад любым подписчикам. Так что на этой ноте мы с вами прощаемся. Напоминаю о своей просьбе. Если у вас есть какие-то пожелания, может быть, на третий ролик с Денисом, прошу, семь слов в комментариях, какие-то конкретные предложения. Ну, а также лайки, благодарности или проклятия. Все в ваших руках. Всего доброго. Счастливо.